всем привет вот и наступило время вкусных и ароматных тыквенных пирогов и тыквенной выпечки сезон тыковки у нас конечно же мы не могли с вами не не приготовить до ничего вкусного и мы с вами сегодня сделаем чизкейк тыквенный конечно это чизкейк будет без выпечки потому что все-таки процесс выпечки именно чизкейков он довольно трудоемкий но если вдруг вы захотите оставляйте комментарии под этим видео и мы как-нибудь такое замутим вот кстати у нас еще есть на канале рецепт тыквенных булочек поэтому видео будет тоже в описании под этим видео ссылочка и вы тоже сможете посмотреть что нам с вами нужно для тыквенного чизкейка без выпечки конечно же крем сыр я все-таки рекомендую не заменяйте крем сыр творогом потому что у творога есть более специфический вкус как бы вы его блендером там не пытались пробить в однородную массу он будет все равно иметь некую же такую вот структуру до зернистую эти вот пасты творожные тоже не подходят возьмите все-таки крем сыр тем более в рецепте его не так уж и много всего там 450 грамм но не меняй тыквенное пюре по поводу тыквы выбирайте тыкву вот такой вот формы если я не ошибаюсь называется она гитара вот что-то типа такого это сорт мускусных тыков они очень яркие они очень ароматные очень сладкие вот пюре у вас будет примерно вот такого вот цвета хорошо они в пюре прям блендером пробиваются ну то есть идеальный вариант здесь у нас не будет с вами сахара потому что он же у нас без выпечку не будет проходить никакой термообработки соответственно сахар у нас не растает нигде мы меняем сахар на сгущенное молоко конечно же для основы нам нужно будет печенье печенье выбирайте песочное затяжное шоколадное если найдете прям вот песочная ими с имбирем или какими этом специями корицы будет вообще идеально сливочное масло желатин у меня здесь 10 грамм желатина 50 миллилитров воды разбавляем мы его 1 к 5 в редких случаях 6 но лучше 1 5 то есть на одну часть желатина 5 частей воды и специи здесь у меня корица имбирь сушеный и ванильный сахар к сожалению ванилинчик а мы не взяли но вы можете менять и на мускатный орех на гвоздику в общем все что душа ваша душенька так сказать ваша пожелает итак форму я застелила пергаментом попыталась и борта проложить тоже пергаментом здесь у вас получится это немножечко лучше чем у меня что нам нужно сделать нам сперва нужно измельчить мелкую крошку печенье делаем это в блендере можно скалкой побить как мы это делали в рецепте с чизкейком орео но мы это все делаем быстро блендере потом добавляем сливочное масло перемешиваем вас должна консистенция быть такого знаете мокрого песка и будем выкладывать дно формы вот этой вот основой так что поехали итак друзья наша с вами печенюшенька смотрите видите готова мы сейчас ее вот сюда перекладываем вот так и хорошо утрамбовываем распределяем мы борта не делаем нам только одно нужно сделать и теперь вот ложечкой его вот так вот утрамбовываю так все смотрите видите ничего не сыпется все прекрасно отправляем в холодильник ну минут на 30 точно то есть пока мы будем готовить с вами саму начинку для чизкейка да вот эту вот сырную то что прекрасно охладиться и будем заливать и так пока наша основа остывает мы с вами приготовим основной наш крем сырный чизкейк смотрите здесь у меня 450 грамм крем сыра комнатной температуры он должен быть обязательно комнатной температуры как я уже говорила мы с вами сахар не добавляем будем добавлять гущённое молоко прям сразу крем сыру мы его и добавляем и и сейчас все это будем взбивать до кремообразного состояния я вам сейчас покажу видите кремчик образовался теперь сюда мы отправляем пюре тыквенное холодненькое пюре можете делать любым удобным для способом я его обычно тушу тыква бывает очень сочная и так вы можете контролировать в процессе тушения испарения влаги лишнего сока потому что когда запекаешь иногда блин потом после блендера он такой жидковатый остался приходится чуть-чуть его уварить сюда же отправляю наши специи да кстати желатин сейчас мы сразу водички замачиваем вот он будет сейчас у нас набухать пока и сахарочек и еще же у нас сливки они в холодильнике пока мы сейчас это взобьем буквально в течение двух-трех минуточек и потом будем сливки добавлять сливки должны быть холодными и и сливки жирные 35 процентов жирности холодные тоже сюда же то еще раз взбиваем уже до такой хорошей кремообразной массы только вот я предупреждаю это все очень брыжет по сторонам поэтому вот аккуратно не испачкаетесь если есть прям кухонная машина лучше в ней а если нет то осторожней желатин растопили сюда отправляем пару ложечек сырной смеси нашей кстати я достала как вы видите уже корж наш и все теперь перемешиваем вот смотрите нам нужно чтобы желатин распределился в нашей массе сырной и будем заливать наш корж сверху этой вкуснятиной и в холодильник итак наш чизкейк с вами смотрите красивый да а вы скажете а почему этот меньше а тот был больше ну мы к сожалению не стали ждать 6 часов сделали два чизкейка один вместе с вами один за кадром на день позже который у нас уже отстоялся охладился и вот такой он красивый получился как мы будем его украшать украшать взбитыми сливками потрем сверху шоколадиком можно карамелью орехами ну в общем как хотите так и делайте мы будем взбивать жирные сливки с сахарной пудрой и украшать поехали итак наш птыквенный чизкейк готов кусочек отрезали мы с вами украсила его просто сверху сливками и потерла шоколадом друзья все очень просто до никаких сложностей нет смотрите кстати у нас появилось красивое блюдо на котором красиво подавать десерты кстати сейчас в комфе действуют скидки до 60 процентов на посуду вы можете такое же блюдо выбрать и получить еще и скидку ссылочка под видео как всегда ребята вам спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайк не забывайте про колокольчик и пока пока